Здравствуйте! Сегодня вашему вниманию предлагается первая лекция из цикла «Этические принципы и этикет делового человека». Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. Во-первых, это специфика этики деловых отношений. Вопрос второй. Этика делового общения в западноевропейской культурной традиции. И, наконец, вопрос третий. Это современные взгляды на место этики в деловом общении. Итак, деловое общение, как мы знаем, сегодня это необходимая часть человеческой жизни. Это важнейший вид отношений с другими людьми. И, естественно, что здесь в вечном и одним из главных регуляторов этих отношений выступают этические нормы, в которых выражены наши представления о добре и зле, о справедливости, несправедливости, о правильности или неправильности поступков людей. И обращаясь в своем деловом сотрудничестве с подчиненным, начальником, с коллегами, каждый из нас так или иначе, сознательно или несознательно, опирается на эти представления. Но в зависимости от того, как человек понимает моральные нормы, какое содержание он вкладывает в них и в какой степени он вообще учитывает их в общении, он может облегчить себе деловое общение, сделать его более эффективным и может помочь себе в решении поставленных задач. Но может затруднить это общение, может даже сделать его невозможным. Итак, каковы же здесь ключевые понятия? Ну, во-первых, это понятие о морали и об этике. Что такое этика? Этика – это от латинского слова «нравственный». Это учение о морали и нравственности. Этот термин, термин «этика» впервые употребил Аристотель для обозначения практической философии, которая должна была дать ответ на вопрос, что мы должны делать, чтобы совершать нравственные поступки. Ну, второе ключевое понятие – это понятие морали. Опять же, от латинского «нравственный». Это система этических ценностей, которые признаются человеком. Мораль – это важнейший способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения людей в самых различных сферах общественной жизни – в семье, быту, политике, науке. Важнейшими категориями этики являются такие, как добро, зло, справедливость, благо, ответственность, долг, совесть и другие. Ну, нормы морали вообще получают свое идейное выражение в общих представлениях и заповедях, в принципах о том, как должно себя вести. Мораль всегда предполагает наличие определенного нравственного идеала, то есть некого образца для подражания, содержание и смысл которого меняются в историческом времени и в социальном пространстве. То есть в различные исторические эпохи и у разных народов. Вот эти образцы для подражания абсолютно разные. Однако в морали «должное» не всегда совпадает с сущим, то есть с реально существующей нравственной реальностью и фактическими нормами поведения людей. Более того, на всем протяжении развития морального сознания, внутренним стержнем и структурой его изменения является противоречиво-напряженное соотношение понятий «сущего» и «должного». То есть то, что есть на самом деле, и то, как должно быть. И в этом противоречии между «должным» и «сущим» заключена и противоречивая сущность мотивации общения, в том числе и делового общения и поведения человека. Вот с одной стороны, человек стремится вести себя нравственно, должным образом. Он знает, как нужно сделать, как должно быть. Но с другой стороны, ему необходимо удовлетворять какие-то свои потребности. Каждый из нас стремится к разным целям. Причем реализация этих потребностей очень часто связана с нарушением нравственных норм. Вот этот внутренний конфликт между возвышенным идеалом и практическим расчетом, между нравственным долгом и непосредственным желанием, он существует всегда. И, собственно говоря, он существует во всех сферах жизни. Но особенно явственно и напряженно он проявляется в этике делового общения. Потому что именно в этом виде общения основной предмет, под поводу которого это общение, собственно говоря, образуется, оно является внешним для индивидов. Вообще, общение – это процесс взаимодействия общественных субъектов, таких как социальных групп, общностей, личностей, в котором происходит обмен информацией, опытом, способностями и результатами деятельности. Итак, в общении происходит обмен информацией, опытом, способностями и результатами деятельности. Вообще, общение выступает как способ бытия общества и человека. Вот именно в процессе общения происходит социализация личности и ее самореализация. По мнению Аристотеля, способность вступать в общение отличает человека от недоразвитых в нравственном смысле существ и от сверхчеловека, по выражению Аристотеля. Поэтому тот, кто не способен вступать в общение или считая себя существом самодавляющим, не чувствует потребности в общении, он не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством. Специфика делового общения обусловлена также тем, что оно возникает на основе или по поводу какого-то определенного вида деятельности, которая связана с производством либо продукта, либо делового эффекта. При этом стороны делового общения выступают в формальных статусах, это официальные статусы, которые определяют необходимые нормы и стандарты, причем в том числе и этические нормы и стандарты поведения людей. Вот как и всякий вид общения, деловое общение имеет исторический характер. Оно проявляется на разных уровнях социальной системы и в различных формах. Отличительная черта делового общения – это то, что оно не имеет самодавляющего значения, оно не является самоцелью, оно служит средством для достижения каких-либо других целей. В условиях рыночных отношений, что это за цель? Это прежде всего получение материальной прибыли. Следовательно, этику делового общения можно определить как совокупность нравственных норм, правил и представлений, которые регулируют поведение и отношения людей в процессе их производственной деятельности. Вообще, этика делового общения представляет собой частный случай этики вообще, и, естественно, она содержит ее основные характеристики. Теперь поговорим об этике делового общения и о том, как она связана с общественно-экономическим строем общества. Если говорить об этике делового общения традиционного общества, то вообще в социально-философском плане этика делового общения определяется вообще всегда общественно-экономическим строем общества. Она определяется структурой его социальной организации и господствующим типом общественного сознания. В традиционном обществе, которое основано на общности социальной жизни, на коллективных представлениях, на мифологическом сознании и межличностных отношениях, основным механизмом делового общения являются ритуал, традиция и обычай. Им соответствуют нормы, ценности и стандарты этики делового общения. В этом типе общности не еще нет того разрыва между этическими нормами делового общения и общими представлениями о нравственной жизни, которые, в общем-то, появятся в обществе с развитыми рыночными отношениями. Общие нормы являются здесь и нормами делового общения. Это естественно. Вообще, по большей части, они еще не отделяются друг от друга, они не противопоставляются друг другу, подобно тому, как деловая жизнь не противопоставляется личной жизни людей. Но и тогда, когда в рамках традиционного общества возникают частные или корпоративные интересы, общие нормы нравственности все еще продолжают играть главную роль. В условиях отсутствия товарного фетишизма и всеобщего отчуждения хорошее выполнение долга всегда рассматривается как... вернее, хорошее выполнение самого дела рассматривается как нравственный долг и служит основным способом самоутверждения личности. Человек традиционного общества еще не выработал в себе рабскую психологию, он не гнет спину перед начальством, стремясь во всем ему угодить. И этические ценности играют здесь самодавляющее значение. И такие понятия, как справедливость, честь, свобода, ответственность имеют здесь жизненно важный для человеческого существования и, естественно, они наполнены не абстрактным, а реальным жизненным содержанием. И вот за утверждение этих ценностей люди часто жертвовали своей жизнью. Как сказал Мартин Лютер, на том стою и не могу иначе. Такой характер этики делового общения мы обнаруживаем уже в Древней Индии. Все человеческое поведение и общение в том числе и в деловой сфере здесь подчинено было высшим религиозным ценностям. Человек этого общества должен не обращать внимания на то, что другие люди скажут или подумают о вас. То, что они о нас думают, это их дело. Идти на работу, так же, как солдаты идут на сражения, не заботясь о последствиях. «Расценивать хорошую репутацию, честь, имя, удобные обстоятельства, комфорт, людские привязанности как ничто, если религиозное обязательство потребует пожертвовать имя». Или, как говорит старая английская пословица, «делай, что должен и будь, что будет». Первостепенную роль этеческим нормам ритуала, обычая отводится в деловом общении и древнекитайского общества. Неслучайно знаменитой Конфуцией, который жил за 2,5 тысячи лет до настоящего времени, именно долг, справедливость, добродетель ставит на первое место в отношениях между людьми, подчиняя им выгоду и пользу, но не противопоставляя их друг другу. Его идеальный человек, или благородный муж, как он его называл, Дюньцзы, сначала проявляет долг, по словам Конфуция, затем приобретает выгоду. С этим связаны отличия его от неблагородного, малого человека, которое состоит в том, что, по словам Конфуция, благородный муж постигнул справедливость, малый человек постигнул выгоду. Итак, вот если говорить об особенностях этики делового общения в западноевропейской культурной традиции, то вообще говоря, вот в Западной Европе с древних времен уделяется большое внимание необходимости учета этических норм и ценностей в деловом общении. Причем постоянно подчеркивается их влияние на эффективность ведения дел. Так еще древнегреческий философ Сократ говорил о том, что кто умеет обходиться с людьми, тот хорошо ведет и частные, и общие дела, а кто не умеет, тот и здесь, и там делает ошибки. Однако, в отличие от Восточной, западноевропейская культурная традиция всегда была более прагматична. Экономический, материальный интерес всегда выдвигался здесь на первый план. Вместе с тем, большое внимание здесь уделялось статусному характеру общения, то есть более высокий статус всегда ценился более высоко. Статус начальника рассматривался как более привилегированный, нежели статус подчиненного. Отсюда этические нормы, такие как справедливость, добро, благо и так далее, вот они наполнялись здесь экономическим содержанием и приобретают также статусный характер. В этой связи Аристотель пишет весьма такую знаменательную фразу «Если исполняющий должность начальника нанес удар, то ответный удар наносить не следует. Если удар нанесен начальнику, то в ответ следует не только ударить, но и подвергнуть каре». Важно отметить здесь, что Аристотель уже совершенно определенно утверждает, что в основе делового общения лежит потребность, которая все связывает вместе. При этом имеется в виду, прежде всего, экономическая потребность и экономический интерес, которые обусловливают экономический обмен между врачом, земледельцем, ремесленником, ткачем, строителем и так далее. Вот соответственно этому и критерий нравственности в деловом общении всегда перемещается в экономическую сферу. То есть здесь вот хотят этого предпринимателя или не хотят, но этот процесс неизбежен. Вот так основным критерием справедливости в деловом общении по Аристотелю является принцип пропорционального равенства, согласно которому понесшие большие труды получают много, понесшие малые – мало. Вот эта характеристика делового общения, когда на первый план выдвигается экономический интерес, материальный результат, прибыль как концентрированный критерий человеческой деятельности и общения, вот она становится доминирующей и о всеохватывающей с развитием капитализма. Конечным критерием справедливости или несправедливости становится умение успешно вести дело, то есть так называемый деловой прагматизм. Этика бизнеса, этика рыночных отношений окончательно выдвигается на первый план и оставляет за собой все общечеловеческие, в том числе и религиозные ценности. И хотя это окончательно избавиться от них, она еще не может. Поэтому человек с так называемым рыночным характером, он постоянно находится в состоянии противоречия, которое характеризуется раздвоенным сознанием. То есть получается, что с одной стороны, вступая в деловое общение, он вынужден руководствоваться нормами морали, которые выработаны рынком, заботой об увеличении прибыли любыми средствами. Ведь какова цель предпринимательской деятельности, какова цель любой фирмы, любой деятельности, хозяйствующего субъекта? Это получение прибыли. С другой стороны, в качестве личности, которая живет в обществе, в конкретной социальной среде, которая общается со своими близкими, которая общается с другими людьми, он несет социальную ответственность перед теми людьми, с которыми он вынужден общаться. И, естественно, он не может не учитывать общечеловеческие нормы морали, даже элементарной порядочности. С одной стороны, существует рыночная реальность, которая диктует ему поведение по принципу «не обманешь – не проживешь», «не подмажешь – не поедешь», «не пойман – не вор». Но, с другой стороны, моральный долг требует от него выполнения таких заповедей, библейских заповедей «не кради», «не обмани», «не возлюби ближнего, как самого себя», «не пожелай добра ближнего своего» и так далее. Таким образом, получается, что реальное противоречие нравственного сознания личности, которое изначально присуще ей в условиях развитых рыночных отношений. Но попытка преодоления указанного противоречия нравственного сознания была предпринята в рамках протестантизма в период реформации в XVI-XVII веках. На определенное время, то есть в определенной степени ей это даже удалось. Протестантизм вообще внес много положительного в этику делового общения и достиг известных успехов в ее утверждении. С точки зрения протестантизма верующие миряне должны относиться к делу с теми же этическими нормами и энергией, с которыми они относятся к служению Богу. Вообще, само слово «профессия» рассматривается как божье призвание и как святое дело. Вообще, до реформации термин «профессия» употреблялся только применительно к священнослужителям. В языке протестантов оно впервые стало употребляться как любой род занятий, которые выполняются квалифицированно и, главное, ответственно. Поэтому само получение прибыли в этике протестантизма также считается богоугодным делом. Но при этом существует также важное условие. Оно должно быть полезным, ближним и совершаться должно с соблюдением этических норм делового общения и поведения в бизнесе. Вообще, такими моральными нормами являются честность, правдивость, обязательность, трудолюбие, справедливость и, главное, соблюдение обещаний и выполнение договоров. Этика протестантизма и ее влияние на развитие капиталистического предпринимательства исследованы немецким социологом Максом Вебером в работе «Протестантская этика» и «Дух капитализма». Под «Духом капитализма» имеется в виду строй мышления, для которого характерно систематическое стремление к законной прибыли в рамках своей профессии. Вообще, книга эта написана достаточно интересно, и тем, кому интересны самые принципы делового общения, не лишнее было бы ее изучить. Основной смысл и сущность идеи, которая служила этической основой и опорой жизненного поведения предпринимателя нового стиля, является по выбору то, что деятельность, направленная внешне только на получение прибыли, по сути, стала подводиться под категорию признания, призвания, по отношению к которому любой человек ощущает известное обязательство. Естественно, это связано с выполнением этических норм и правил. Протестантская этика как раз и предполагает, что основу отношения к делу должна быть положена идея профессионального призвания, отказ своими достижения успехов в своей профессии от многих других занятий. Вот эта идея, таким образом, предполагает значительный аскетизм в поведении и общении человека. Вот этот компонент духовной культуры и делового общения, он возник из духа христианской аскезы, требовавшей строго следовать правилам и морали своей веры. Вот эта предпосылка успеха, она вообще говоря необходима нам и сегодня. Но, как замечает Вебер, отличие состоит в том, что Пуританин хотел быть профессионалом, мы же сегодня должны быть таковыми. Пуританин делал свое дело и вступал в деловое общение на основе своих собственных, внутренне присущих ему этических убеждений и ценностей. Мы же сегодня вступаем в деловое общение, отодвинув в сторону нравственные, в том числе, христианские идеалы. Почему? Да потому что они на каждом шагу, им противоречат цели и характер деятельности и общения. Вот хотим мы этого или не хотим, но это именно так. Такой ход событий Вебер предвидел, когда писал, что по мере того, как ценности протестантской этики начали преобразовывать мир, внешние мирские блага все сильнее подчиняли себе людей и завоевали, наконец, такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. Ну, в настоящее время, по словам Макса Вебера, вот этот дух аскезы, он ушел из мирской оболочки, и победивший капитализм перестал нуждаться в христианской опоре и в протестантской этике, и лишь в представлении о профессиональном долге бродит по миру как призрак прежних религиозных идей. Вообще в религиозном этическом содержании он принимает характер наивысшей свободы, и, например, в Соединенных Штатах Америки характер безудержной страсти, подчас близкой к спортивной. Правда, Вебер вообще сомневался в том, что безудержное стремление к наживе окончательно отодвинет в сторону этику. Хотя он и предполагал, что обретут истинную слова «безудержные профессионалы, бессердечные сластолюбцы и эти ничтожества полагают, что они достигли ни для кого ранее недоступной степени человеческого развития». То есть это истинные слова Вебера. К сожалению, сбылись именно худшие предположения немецкого социолога. Наиболее пессимистические прогнозы, которые были сделаны им еще в начале XX века, были подтверждены и глубоко изучены такими блестящими исследователями, как Карен Хорни, как Эрих Фром и другими. В их работах убедительно показано, что как современный развитой капитализм на каждом шагу порождает человека с рыночным характером, главная цель которого в деловом общении состоит в том, чтобы подороже себя продать. Все высокие нравственные принципы и ценности, в том числе и христианские, сразу же забываются предпринимателям, как только речь заходит о прибыли. И вот здесь предприниматель настолько способен приступить, настолько готов зайти далеко в том, чтобы забыть моральные принципы и этические какие-то нормы, вот насколько велика прибыль, насколько велик характер прибыли, ради которой он готов переступить через этические нормы. При этом в деловом общении утрачивается не только мораль, но и самоидентификация личности. Люди перестраивают свою личность. И поскольку при рыночной ориентации человек рассматривает свои силы и возможность как товар, который отчужден от него и предназначен для продажи, то на место чувства идентификации зрелой личности и здоровой личности, которую можно передать словами «я есть то, что я делаю», заступает чувство униженной конформистской личности, то есть личности, которая приспосабливается к обстоятельствам, безусловно принимая все требования рынка. Итак, эта личность действует по принципу «я таков, каковым вы хотите меня видеть». Итак, вот подводя итог всему вышесказанному, в современном деловом мире сформировались два взгляда на место этики в деловом общении. Вот две такие полярные позиции. Вот почему получилось, что позиции эти настолько полярны, что они никоим образом друг с другом не пересекаются, то есть свести хвоедино невозможно. Вот противоречие между этикой и бизнесом, между должным и сущим, оно весьма остро проявляется в деловом общении сегодня, да, причем на самых разных уровнях общения. Между организацией и социальной средой, во-первых, и во-вторых, внутри самой организации. Не зря же сегодня так много места вот и в менеджменте, и в различных других дисциплинах в этике делового общения уделяется культуре, внутренней культуре организации. Итак, между управляющими, предпринимателями, вообще между деловыми людьми по отношению вот к этому противоречию существует, как я уже сказала, две позиции. Сейчас мы рассмотрим первую позицию. Вот люди, которые считают себя прагматиками, полагают, что в деловом общении и вообще в бизнесе этика как таковая, то есть сама по себе этика, вообще не нужна. Вот это первая позиция. То есть единственная обязанность управляющего корпорацией, который работает по найму у владельца бизнеса, то есть это высший менеджмент, высшие управляющие. Так вот эти управляющие должны любыми доступными средствами максимизировать прибыль, делать как можно больше денег, всячески приспосабливаясь к нормам общества, которые воплощены в законах и этических традициях. Вот с этой позиции, которую можно назвать деловой макевиализм, этические нормы и сам язык, этики рассматриваются как помеха в деловом общении. Вот при таком подходе стараются избегать разговоров о морали, об этических идеалах, о долгих и социальных обязанностях, поскольку в результате появляются излишние, не относящиеся к делу помехи или проблемы, которые касаются моральной и социальной ответственности. Такие люди не любят говорить о морали или высмеивают людей, которые о ней говорят или пытаются призывать к их совести. Вот крайним случаем неэтического поведения бизнесменов руководителей предприятий является нарушение закона. То есть закон обходится очень ловко, когда усмотреть действительно формальное нарушение бывает очень трудно. И этим пользуются такие вот предприниматели ради того, чтобы сделать как можно больше денег. Но неэтическим поведением следует считать также различного рода действия компаний, которые не предпринимают надлежащих мер для устранения дефектов своей продукции, которые могут привести к вредным последствиям для здоровья и жизни людей. Таких компаний немало. Вот в понятие этики делового общения входит и забота руководителей предприятия о качестве новой продукции, ответственность за тот вред, который она может принести населению. Недаром же в последнее время заговорили как о социальной ответственности бизнеса перед населением, и в том числе об экологической ответственности предприятий перед населением своей страны. Вообще, если говорить о неэтическом поведении предпринимателей, вот есть пример, который стал почти классическим. Это действия фирмы Ford Motors. В 1979 году три женщины, которые находились в автомобиле марки Ford, сгорели, когда машина получила удар сзади в бак бензином. Бак взорвался. Компании Ford стало известно, вернее, было известно о технических недостатках бензобака и даже то, как избавиться от этого дефекта. Но это требовало определенных затрат. Расчеты показали, что выплата компенсаций, если произойдет несчастный случай, обойдется компании дешевле по сравнению с теми издержками, которые затратами на то, чтобы сделать надежный бензобак. То есть компания умышленно пошла на вот эту вот, обошла вот эту вот этическую норму. Компания приступила, по сути дела, нормой морали. Вообще, этика делового общения касается, конечно, не только социальной ответственности руководителей предприятия. Она охватывает вообще широкий круг вопросов, которые относятся к целям и средствам ведения бизнеса. Вот в этой связи следует отметить, что представители делового прагматизма подчас используют негодные средства для достижения своих целей, такие как взятки, подкуп и тому подобное. Но, помимо этого, сами цели делового общения могут носить неэтический характер. Вот общение здесь может рассматриваться и может рассматриваться неэтичным не потому, что оно противозаконно, а вследствие несовместимости целей бизнеса моральным ценностям. Вот примером может служить заключение сделок и контрактов на постройку экологически вредных предприятий. Ну, несомненно, что вот любой объект перед тем, как проект будет принят к исполнению, он обязательно должен проходить экологическую экспертизу, причем независимую экологическую экспертизу в том числе. Но вот здесь в ход идут запугивания, взятки, подкуп. И тогда строительство ведется с нарушением экологических норм. Но от этого страдаем, естественно, мы с вами и все население. Теперь рассмотрим вторую позицию, которая лежит в основе делового общения известного круга бизнесменов. Вот соблюдение этических норм в деловом общении признается важным не только с точки зрения ответственности бизнесменов перед обществом и самим собой, но также необходим для эффективности производства. Вот в этом случае этика рассматривается не только как необходимый нравственный императив или условие поведения, но и как средство, или можно назвать это инструментом, который помогает увеличить рентабельность, способствующую укреплению деловых связей и улучшению делового общения. Ну, в самом деле, если мы будем знать, что наш деловой партнер человек порядочный, надежный, что он склонен скорее к выполнению договоров и обязательств, то, скорее всего, мы более охотно пойдем на контакт с ним. Вот этот подход, он, естественно, более цивилизованный и, в конце концов, он более эффективный, так как предприятие это компонент общества и, утверждая различные нормы общения у себя, оно в то же время способствует их распространению в социуме, окружающей социальной среде. И чем более благополучной становится этическая атмосфера в обществе, тем более благоприятная обстановка создается и для бизнеса. Вообще, вот этот вот имидж компаний, благоприятный имидж компаний, это вещь достаточно дорогая. И если взять, например, компанию Кока-Кола, то в свое время благоприятному имиджу компании было уделено немало внимания и потрачено было немало средств, благодаря тому, что компания заявила о своей экологической ответственности перед обществом. Она постаралась изжить всю критику в свой адрес, исправить какие-то негативные моменты, она доложила обществу о том, насколько она ответственно подходит к бизнесу, то есть сократились выбросы в атмосферу, сократились затраты на производство алюминиевых банок за счет того, что уменьшился вес банок, то есть компания очень ответственно подошла к соблюдению этических норм, о чем, естественно, она не применила сообщить прессе и общественности. Имидж компании поднялся многократно, благодаря чему вообще вот рыночная стоимость таких компаний, как Кока-Кола, она во много раз превышает стоимость актива в компании, то есть если ее продавать по рыночной цене, то компания это вообще говоря очень дорогая. Вот таким образом получилось, что соблюдение компании, высшим руководством компании этических норм, оно сыграло на руку предпринимателям и обернулось получением прибыли и максимизации прибыли для руководства и владельцев бизнеса. Вообще неэтическое поведение в общении рано или поздно обернется, если не прямыми экономическими убытками, то во всяком случае социальными и нравственными издержками как для предприятия, так и для социальной среды. По мере того, как общество возрослеет, как мы с вами входим в рыночные отношения все больше и больше, для нас не безразлично, каким образом достигает компания поставленных целей. Поэтому, когда мы рассматриваем два взгляда на место этики в современном деловом общении, следует по нашему глубокому убеждению присоединиться к Николу Макьявелле, который проповедовал освобождение политики от морали, а скорее к Бенджамину Франклину, который утверждал, что честность это лучшая политика. Ну и этику делового общения вообще рассматривают совершенно в различных проявлениях. Ну, во-первых, как я уже говорила, в отношениях между предприятием и социальной средой, то есть той средой, которая окружает предприятие. Это первое. Во-вторых, между предприятиями, по горизонтали, и, наконец, внутри одного предприятия, между руководителями и подчиненными, между коллегами или между руководителями, которые имеют одинаковый статус. Между сторонами того или иного вида делового общения вообще существует своя специфика здесь. Вот задача состоит в том, чтобы сформулировать такие принципы делового общения, которые не только соответствовали бы каждому виду делового общения, но и не противоречили бы общим нравственным принципам поведения людей. Ну, вместе с тем они должны служить надежным инструментом координации деятельности людей, которые вовлечены в деловое общение. Ну, не зря же в корпоративной культуре очень часто на видное место всегда вывешивается устав организации, то есть те нравственные нормы и требования, которым безусловно следуют работники организации. Это также обязательно для работников корпораций, как и ношение какой-то униформы. Вообще общий нравственный принцип человеческого общения содержится в категорическом императиве Иммануила Канта, который звучит следующим образом. Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь также в силу принципа всеобщего и силу принципа всеобщего законодательства. Применительно к деловому общению основной этический принцип можно сформулировать таким образом «В деловом общении при принятии решения о том, какие ценности следует предпочесть в данной ситуации, следует поступать так, чтобы максима твоей воли была совместима с нравственными ценностями других сторон, которые участвуют в общении и допускала координацию интересов всех сторон. Тот партнер будет для вас самым надежным партнером, чьи интересы вы соблюдаете точно так же, как и свои собственные. Теперь обратимся к контрольным вопросам. Значит, что вы должны уяснить из этой лекции? Во-первых, такие ключевые понятия, как этика и мораль. Вы должны четко уяснить, в чем эти понятия совпадают и в чем их различия. Причем различия, конечно же, больше, чем совпадения. Вообще понятия это разные. Во-вторых, мы говорили во второй части лекции о том, в чем же состоит специфика делового общения и этики делового общения. Вот в этом вопросе вы должны рассмотреть вот это противоречие общения, именно делового общения. Противоречие между должным и сущим. Противоречие между тем, между прибылью и нравственными нормами, которые мы должны соблюдать в общении с людьми. И, наконец, вопрос третий. Каковы современные взгляды на место этики в деловом общении? Вот здесь вы должны рассмотреть два подхода к деловому общению. То есть, вот первый подход это подход прагматиков и второй подход это подход людей, которые соблюдают, несут моральную ответственность и социальную ответственность перед своими клиентами, потребителем, перед обществом в целом. Итак, для того, чтобы уяснить весь материал лекции, вы должны рассмотреть и ответить на три вот эти контрольные вопросы. На этом моя лекция завершена. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...